Особое мнение на 101FM По моей информации вопрос действительно будет рассматриваться на ближайшем пленарном заседании, как вопрос снятия полномочий с действующего председателя, так и вопрос избрания нового председателя законодательного собрания. То есть так быстро все произойдет и в этот же день решится? Законодательное собрание, оно не должно оставаться без председателя, хотя формально замы могут быть его, но это на период отсутствия председателя. А сам представительный орган в случае сложения полномочий должен оперативно избирать нового председателя тайным голосованием. Простым большинством, но тайное голосование предусмотрено. Поэтому все это будет на следующем пленарном заседании, которое состоится в следующий четверг. Да, то есть имя нового председателя законодательного собрания мы узнаем через неделю. А вот вообще процедурно можете рассказать, как это будет происходить? То есть получается уже сейчас, может быть, казалось-то, что будут сложены полномочия, потом там будет месяц, допустим, до следующего заседания, но нет, такого не будет. Получается уже сейчас фракции где-то собираются, обсуждают, ведь должны быть предложены кандидаты, они же не на месте будут выдвинуты. Я не могу говорить за оппозиционные фракции. Фракция «Единая Россия», наверное, соберется уже перед пленарным заседанием и определит свою консолидированную позицию. Накануне, как правило, перед фракцией «Единая Россия» проводят заседание регионального полицовета, где даются там оценки и рекомендации по голосованию. Поэтому ожидаем, что кандидатура будет фракцией «Единая Россия» обсуждена и внесена на рассмотрение. Остальные фракции также соберутся. Я встречался сегодня с Владимиром Александровичем Костином, вчера с Сергеем Павловичем Мамаевым. Они пока заседание своих фракций не проводили и позиции формулируют. Ну вот, раз вы заговорили о Костине, о Мамаеве, хочу процитировать мысль Мамаева о том, что, возможно, от оппозиции будет выдвинут единый кандидат. Вот зная своих коллег, вы как думаете, такое возможно? И дает ли это какие-то шансы вообще оппозиции на то, чтобы победил кандидат? Вопрос выдвижения единого кандидата от оппозиции. То есть, во-первых, выборы председателя законодательного собрания обязательно проводятся на альтернативной основе. То есть, там, кандидат номер два, он должен быть и наверняка он будет. Собственно говоря, любые выборы, в том числе выборы председателя законодательного собрания, это счетная конструкция, это голоса можно там заранее как-то спрогнозировать. То есть, количество депутатов от фракции Единой России 37 человек для избрания председателя законодательного собрания достаточно простого большинства. То есть, с запасом получается еще. Поэтому, скажем так, при консолидированном голосовании фракции будет избран тот кандидат, который будет поддержан партией Единой России. Оппозиционные фракции вправе поддержать этого кандидата, как просто в процессе тайного голосования индивидуально, так и в процессе, скажем так, фракционных каких-то моментов. Но я не могу прогнозировать, как это будет. А на самом пленарном заседании все, собственно говоря, происходит последовательно. То есть, первый вопрос, это вопрос рассматривается голосованием, конечно, о сложении полномочий. Затем, с учетом того, что с этого момента, с момента голосования председатель законодательного собрания уже своих полномочий лишаются, назначается председательствующий только на период до подведения итогов тайного голосования. Формируется счетная комиссия, происходит выдвижение кандидатов, объявляется процедура тайного голосования. Затем счетная комиссия подводит итоги, озвучивает их, и вновь избранный представитель законодательного собрания уже приступает к реализации своих полномочий, занимает место в президиуме, как то предусмотрено законом. Поэтому, кто хочет посмотреть, как это происходило, в начале каждого созыва законодательного собрания происходит примерно такая же процедура. То есть здесь каких-то вот моментов, что вот прям это что-то такое новое, нет. Это процедура аналогична избранию на первом заседании. Ну, в общем-то, казалось бы, уже понятно, да, что победит, скорее всего, кандидат от «Единой России», да, но интересно бы было с вами, наверное, поговорить и о том, кто это может быть конкретно. Ну, в первую очередь, хотя бы потому, что ваша фамилия звучит среди претендентов. Вот вы на это как смотрите? Может быть, с вами разговоры какие-то на этот счет велись? Я так понимаю, речь идет про вчерашнее выступление на эхе Москве Дмитрия Михайловича. В том числе я процитирую. Просто для федерального ядра Роман Титов наиболее подходящий кандидат на спикер ОЗС и по возрасту, и по энергетике, и по опыту работы в ОНФ. Только получилось, что я про это узнаю из интервью Дмитрия Михайловича Русских. Спасибо ему, конечно, огромное за доверие, но со мной... То есть и я этот вопрос для себя не рассматривал, и со мной его никто не обсуждал. Надо понимать, я человек вертикально интегрированный, то есть я избрался, да, при поддержке «Единой России», но шел я, собственно говоря, от президентского движения, от общероссийского народного фронта, членом которого являюсь. Являюсь членом регионального штаба. Буквально вчера вернулся с большого круглого федерального стола. По зеленым счетам. Да, по зеленым счетам были встречи, в том числе и с федеральным руководством. Мы этот вопрос не обсуждали и даже не затрагивали. У меня хватает работ в рамках и своей законодательной деятельности, и в рамках того обновления ОНФ, которое в ближайшее время будет происходить. Ну а вот если лично там ваши видения, есть какие-то люди, которых вы видели бы на этом месте? Не знаю, если вы можете их назвать. Ну, я считаю, что, например, та кандидатура, которая озвучена в средствах массовой информации, еще раз повторюсь, мы фракции решений не обсуждали, это кандидатура Владимира Бакина, человек, пользующийся уважением, наверное, всех членов нашей фракции, членов оппозиционных многих фракций. Это такая компромиссная кандидатура, которая сможет, на мой взгляд, удержать законодательное собрание на оставшийся срок полномочий, на два года. Потому что у Владимира Гавриловича огромный парламентский опыт работы и поседателем комитета. У него большой опыт работы руководителем с людьми, он крупными предприятиями руководил, руководил ФНС, и он прекрасно знает, как эту работу построить, ничего не сломав и не нарушив. Возможно, там он будет что-то отрихтовывать по своему видению и разумению, но без каких-то глобальных ломок, на мой взгляд. С этой работой Владимир Гаврилович вполне справится. А слово «компромиссная» вы здесь в каком употребили значение? Я считаю, что работа представителя законодательного собрания – это работа не столько партийного организатора «Единой России», это работа по учету интересов всех парламентских партий, представленных в региональном представительном органе. Пример такой работы – это Вячеслав Викторович Володин, который, как мы видим, организует работу Государственной Думы, обеспечивая равное представительство всем партиям. Недавнее слушание «Парламентский час», где Виталий Леонидович Мутко, курирующий строительство, в течение четырех часов держал отчет перед депутатами, где все могли задать вопросы, и тот же Володин задавал вопросы от всех фракций вместе. Это пример работы. Владимир Васильевич Быков тоже опытный политик, и если посмотреть, вот недавно вышло краткое интервью Владимира Александровича Костина и еще одного моего коллеги, вице-спикера от ЛДПР, где он сказал, что уже смог работать в этой ситуации. То есть вот учет интересов всех политических партий – это очень важно, потому что за каждой стоят люди, за каждой стоят избиратели, и оппозиция, ну, понимаете, мы в глазах людей не позиции, а позиции, а мы люди, которые должны защищать их интересы. Вот поэтому компромисс – это тот путь, которым необходимо идти. Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв и вернемся с этой же темой в студию. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Мария Кожевникова, а высказывает «Особое мнение» вице-спикер УЗС, координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области Роман Титов. Роман, мы уже вспомнили интервью «Прошлое особое мнение» Дмитрия Русских. Хочу еще одну цитату его привести, и интересно бы тоже была ваша точка зрения. Говорит Дмитрий Михайлович о том, что есть несколько, значит, групп интересантов, так скажем. Даже не он говорит, это у вас на сайте уже написано, в новости. Ну, это его цитата. Есть несколько групп, которые, значит, могли бы занять места, которые занимает сейчас Владимир Быков. Значит, если, по его мнению, руководителем отделения «Единой России» станет губернатор Игорь Васильев, то тогда спикером будет Бакин, о котором вы тоже говорили. Если Рахим Азимов займет место в «Единой России», то тогда господин Медведков станет руководить УЗС. И ваша фамилия звучит опять, вы это место займете, если в «Единой России» окажется Валенчук. Вот как бы это прокомментировать там? Вот мне кажется, логика начинает сыпаться, когда мы обратимся вот к концовке, как раз ко мне и к Олегу Дориановичу. Я, извините, с человеком три раза в жизни за руку здоровался. Читаешь новости, не понимаешь, то ли там у меня с ним какие-то отношения, ну, конечно, интересно было это узнать, то ли у него своих людей нет, и меня как надо поддерживать коллеги еще раз. Вот у меня есть четкое понимание здесь, в Кировской области, я ориентируюсь на позицию губернатора, примитивно к федерации, я ориентируюсь на позицию руководства Общероссийского народного фронта, и вовсе не на позицию каких-то местных групп влияния. То есть я сознательно в течение длительного времени от этих групп влияния дистанцируюсь. Поэтому вот концовка уже неверная абсолютно. А в остальном про группы влияния есть какая-то? А в остальном, мне кажется, все слишком линейно и упрощенно. Дмитрий Михайлович, ну, наверное, здесь рассчитывал как бы на такой определенный там ораторский эффект. То есть вот не так все линейно, не так все просто, и я бы не стал строить взаимосвязи прям вот или то, или то. Это не черное и белое. Политика – это очень сложный клубок взаимоотношений. И вот такие линейные зависимости проводить, ну, на мой взгляд, не совсем правильно. Хотя, наверное, людям это понятно, и люди вот берут за основу эту схему и начинают строить вот какие-то там свои дальнейшие умозрения. В целом, я не думаю, что эта схема имеет отношение к реальности. Но если не говорить о конкретных фамилиях, то, может быть, ну, действительно есть какие-то группы, да, которые вы интересовались. Вот в чем эта схема изначально сыплется? Вот мы в регионе уже проходили ситуацию, когда, скажем так, какая-то финансово-промышленная группа заходила на региональное отделение «Единой России». И в итоге там было принято решение мудрыми людьми в свое время, что фигура должна быть компромиссной, потому что, опять про слово «компромисс» говорим, потому что задача секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» – это учитывать интересы всех множества групп, группочек и подгрупп, которые представлены в региональном отделении, балансировать между этими интересами, не давать возможность себя, извините, в блудняк ввести в какой-то, да, чтобы одна из групп, она начала доминировать. Это неправильно, и это ослабит и саму организацию, и позиции рек отделения. Поэтому я считаю, что вряд ли возможно изменение, когда какой-то из групп будет отдан на откуп региональное отделение. Скорее мы ждем некой компромиссной фигуры, которая будет учитывать, проводить федеральную политику, конечно же, готовить отделение к выборам 2021 года, но при всем при этом будет одинаково приниматься как авторитет, переговорщик, посредник между всеми группами влияния. Вот это моя точка зрения, я не вижу, что вот здесь будут какие-то крайние решения. Мы заговорили о федеральной политике, а вот есть ли у вас понимание, каким в данный момент Кировское ядро на федеральном уровне видится, вот эта вот ситуация с такой резкой сменой, да, с резким уходом спикера, она как-то изменит отношение, может быть, какое-то более пристальное внимание сейчас Кировской области? Ну, конечно, внимание Кировской области есть. То есть мы традиционно не в худших регионах по рейтингам, но и не в лучших, разумеется. Ситуация, конечно, связанная с уходом руководителя, секретаря регионального отделения, она наверняка привлекает большое внимание Москвы. И в целом у нового секретаря должен быть очень большой мандат, а, доверие среди членов регионального отделения, б, мандат федерального доверия на действие по улучшению ситуации, как с рейтингом, в том числе в областном центре, потому что последние выборы в Городской думе показали, что есть куда идти, есть куда стремиться. И я думаю, что федерация как раз подыскивает, или уже подыскала человека, который сможет этот мандат доверия реализовать и нормально подготовить региональные линии к выборам 2021 года, выстроить работу по мониторингу нацпроектов, что важно, выстроить работу с территориальными подразделениями, с районными организациями. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время эти решения и этого человека увидим. Говорить о том, что кто-то это будет конкретно, я бы пока не стал. Давайте дождемся там. Но еще раз говорю, это должна быть фигура, которая устроит всех, на мой взгляд. Я сейчас назвала уход резким, а вот может быть это не так, может быть это что-то ожидаемое, своевременное? Не знаю, мне кажется, это все же такой черный лебедь, как писал известный философ Николас Насим Талиб. То есть вот ситуация, которую... Ее даже могут ждать, но она все равно происходит неожиданно, и решение надо принимать быстро. Вот я склонен воспринимать как ситуацию, которую, да, наверное, кто-то ждал, кто-то ждал, что она не случится, но в итоге сегодня все в очень коротком временном промежутке должны принять правильные решения, потому что они резонировать будут еще в течение ближайших лет. Вот о том, что кто-то ждал, да, тоже интересна Ваша точка зрения на эту ситуацию, когда некоторые Ваши коллеги, некоторые фракции высказали ультиматум о том, что не хотят работать под руководством Владимира Быкова, да, в частности КПРФ и «Справедливая Россия». Вот, во-первых, на Ваш взгляд, это как-то повлияло на решение уйти Владимира Васильевича, и, во-вторых, вот с Вашей точки зрения, потому что здесь я только ту сторону всегда слышала, вот насколько вообще такие заявления, они правильные, вот по отношению к Вам, как к коллеге, да, по отношению к избирателям? Ну, давайте тогда с конца немножко. То есть вот моя точка зрения состоит в том, что раз мы избраны представлять интересы людей, то, наверное, неправильно игнорировать заседание. Надо приходить и высказывать в предусмотренных формах свою позицию, и позицию своих избирателей, и позицию своей политической партии. Это правильно. Ну, это моя точка зрения, я ее никому не навязываю. Во-вторых, там давайте к реализации подойдем. Ну, «Справедливая Россия» говорила, что будет бойкотировать, но члены фракции пришли, а Федор Васильевич Сураев, он подтвердил, что он находился в отпуске, а так, наверное, бы он тоже пришел. То есть уже как бы возникает вопрос определенный. Фракция «Единая Россия» не в полном составе, фракция, извините, Компартии, не в полном составе присутствовала на заседании. У них там сейчас отдельные сложные процессы, которых я не хочу касаться. Это, ну, вот нет единогласия по поводу работать, не работать. Наверное, правильно работать. У нас была ситуация летом этого года, когда, помните, оппозиционная фракция покинула заседание, и СР должны были докладывать достаточно серьезный законопроект, который был внесен их коллегами в Госдуму. Сделать они это не смогли, потому что они покинули зал в полном составе, и докладывать было просто некому. В итоге проект остался без рассмотрения ЗАГС-собранием. Наверное, это не та история. И, честно говоря, хотелось бы, чтобы в дальнейшем в работе Законодательного собрания было больше демократии на деле, а не демократии ног, когда мы голосуем, выходя из зала. Еще раз, я не осуждаю коллег, это их абсолютное право, но вот мое видение такое. Я, по-моему, ни одной пленарки не пропустил. А по поводу того, могло ли это как-то повлиять на то, что сейчас произошло? Ну, это будут, знаете, такие суждения совсем умозрительные. Могла ли повлиять песчинка, которая попала в лавину на то, что вот в итоге лавина дерево снесло? Ну, наверное, могла, а может, не могла. То есть не могу сказать. Перейдем, наконец-то, к другим темам. Не может быть. В частности, к работе ОЗС. Есть несколько законопроектов, о которых интересно было бы поговорить. Но начала бы я, наверное, с того, который касается обманутых дольщиков. Был принят законопроект, и при вашем участии, в том числе, я помню, вы о нем много говорили, и здесь, в студии. И вот ваше мнение хотелось бы услышать о том, какие плоды этот закон приносит, реально ли он их приносит. Речь о том, что там много пунктов, в том числе о том, что достраивать долгострой могут компании, какие-то другие компании там. В обмен на предоставление земельных участков без проведения торгов. Это была связка 41-51 законов. Действительно, я в разработке этой связки принимал активное участие. И долгое время, из-за отсутствия подзаконного акта, прокуратура очень долго согласовывала, как мне в министерстве сказали, закон не реализовывался. А потом возникла новая проблема. Ведь чтобы инвестор достроил дом обманутых дольщиков, ему в обмен без торгов надо предоставить земельный участок. А земельных участков в Кирове оказалось их не так много. Там по одной их время было вообще три. Есть большие куски федеральных земель, которые вблизи Кирова находятся. Сейчас идут работы по переводу одного из таких кусков в районе деревни Соломенца. Это близ Радужного. Из федеральной собственности в собственность региональную. Это 42 гектара. Там есть газ. Район вполне подходит под малоэтажку. И, возможно, если эта процедура завершится, то удастся решить проблемы еще как минимум трех объектов, где проживают обманутые дольщики. Но вообще прецеденты реализации этого закона есть. Например, в начале этого года были также проведены процедуры. Компания Кировспецмонтаж получила земельный участок и решила проблемы, наверное, таких самых-самых застарелых дольщиков, которые с 90-х годов, в том числе в Котельниче по двум объектам, по меньшей мере, стояли в очереди. И, собственно говоря, там эта процедура была реализована. Но и дальше бы это работало. Постепенно мы бы получили федеральную землю, и процесс бы раскатался, собственно говоря. Но этим летом, 1 июля, вступили в силу очень быстро принятые изменения в федеральное законодательство о защите прав дольщиков. И на сегодняшний момент получается так, что дольщики могут воспользоваться двумя видами поддержки. Первое – это региональные меры поддержки по этой связке двух региональных законов. И, на мой взгляд, по ним могут пойти три дома высокой степени готовности. Основная часть дольщиков, их проблемы будет решать уже федерация. Это госкорпорация «Дом.РФ». Это фонд 214, так называемый, в котором сейчас будут аккумулировать средства страховых компаний, ранее страховавших ответственность дольщиков. Хотя выяснилось, что эти средства куда-то растворили эти страховые компании. Но не вопрос. Государство дофинансирует. И люди будут вправе выбрать по большому счету три меры поддержки. Региональную – достройка дома. Федеральную – в виде денежной компенсации по рыночной стоимости жилья. Сейчас механизм определяется. И федеральную – достройка объекта. Для того, чтобы объекты достраивать, регионы должны создавать свои фонды поддержки дольщиков. Если эта мера будет регионами реализовываться, федерация будет финансировать этот фонд, а регион должен финансировать его работу. Пока такой фонд не создан, вопрос по его созданию прорабатывается, и мы этот вопрос будем обсуждать на ближайшем заседании комитета по промышленности. У нас сейчас, по-моему, 188 обманутых дольщиков в регионе есть. Есть риски еще по ряду объектов, но не в связи с очередными изменениями в законодательстве, то уже не по защите прав дольщиков, а по искроу-счетам. Держим ситуацию на контроле. А сейчас вдруг начинает выясняться, что и земельные участки, может быть, и в Кирове найдутся, потому что у нас оказывается, недавно мы это выяснили на заседании такой узкой комиссии с участием прокуратуры, главного федерального инспектора. В Кирове расселяются аварийные дома, но они стоят неснесенные, а под ними есть земельные участки. Пусть небольшие, но, наверное, проблемы части дольщиков регион может решать и за счет этих участков. Сейчас правовой механизм по их изъятию также прорабатывается. Поэтому закон, не догма, будет работать и в части региональных мер поддержки, и в части федеральных. И очень хорошо, что коллеги из федерации уже приезжали по меньшей мере один раз из Госдумы в Киров, из госкорпорации, точнее, в Киров встречались со всеми дольщиками. У них, что меня удивило, налаженные отношения со всеми группами. И, скажем так, сейчас будет сложнее на региональном уровне замылить какую-то ситуацию, потому что дольщики контактируют напрямую с сотрудниками госкорпорации Дом.РФ. В целом, там проблема, конечно, тяжелая, но, в всяком случае, решить мы можем теперь не только за счет средств региона. Ну, правильно я понимаю, что пока вот по этому закону у нас ничего не происходит? Один дом мы точно спасли. Три дома в очереди, но для этого нужна земля. Но для этого нужна земля. К следующему перейдем к законопроекту о часе тишины, о времени тишины. Если я правильно понимаю, то этот законопроект принят в ОЗС не был, потому что там часть депутатов не поддержала его. Но в ходе дискуссии по этому проекту выяснилось немало интересных подробностей. У нас вот эта вот норма региональной по тишине, она давным-давно, она содержится в законе административной ответственности в Кировской и давным-давно эту статью не трогали. В итоге возникал целый ряд проблем. Летом, например, мне жаловались городские дорожники, которые говорят, мы только начинаем, ну, час пик схлынет, мы начинаем укладывать асфальт. Жильцы вызывают, соответственно, какие-то органы надзора и начинают пытаться нас наказать за то, что мы тут занимаемся укладкой асфальта. А когда нам класть не в час же пик его, да, были прецеденты, когда вызывали службы на мусоровозы, которые в 6 утра, в 5 утра вывозят мусор. Были вопросы у нас на обсуждение от аграриев, которые говорят, слушайте, а как нам из гаража технику, например, на поле вывезти. В итоге я всю эту информацию собрал, пообщался и с муниципалами, и с аграриями, с представителями ритейла и внес на рассмотрение вот этой уже сессии ЗАГС собрания. В первом чтении такие большие поправки в эту статью, где мы, во-первых, конкретизируем, что такое шум, какие виды шума там являются административным составом, а во-вторых, мы исключаем, скажем так, некоторые моменты из подействия статьи. Например, дорожные работы проводить в ночное время будет можно. Действительно, эта норма, например, в том же законе Московской области, там прямо оговорено, что во дворе нельзя, а на улице можно класть, потому что это удобно людям, чтобы ты утром уже выезжаешь на свежеуложенный асфальт, когда нет машин, когда не сдаются пробки. Твердые коммунальные отходы вывозить можно ночью. И в конце концов, ночью совершенно легально, и это правильно мы понимаем, работают аварийно-спасательные иные службы, для которых раньше не было предусмотрено никаких исключений. Технически на скорую помощь можно было недовольным жильцам административку ставить, что совершенно неправильно. Отдельная новелла, которая предлагается, это по ремонту. Сосед, собственно говоря, с перфоратором, это, по-моему, уже мем такой. Мы вводим ограничения, четко прописываем, что, конечно, аварийные работы в доме с шумом совершать можно. И можно, я думаю, новоселы могут этой новости обрадоваться. Можно проводить ремонт без ограничения времени в доме, который был сдан не более полутора лет назад. То есть новостройка, в которой еще мало кто проживает. Аналогичные нормы действуют во многих субъектах Российской Федерации. Давайте, Роман, мы продолжим. После рекламы время подошло. Особое мнение на 101FM Да, это действительно программа. Особое мнение высказывает его сегодня вице-спикер УЗС, координатор проекта «Чистая страна» в Кировской области Роман Титов. Роман, мы с вами начали говорить о том, что вы решили встать, ну, если можно так сказать, на сторону тех людей, тех работников, которым, может быть, приходилось отвечать за свою уже работу. Ситуацию связанную, да, урегулировать. То есть мы четко определили, вот какие виды шума нелегальны, но встали на сторону людей, потому что, например, прилагаем поправками, запрещается шумная погрузочная-разгрузочная работы ночью, если, например, разгрузка происходит в магазине, который находится вот на квартирном доме. Ведь многие жильцы жалуются, привозят хлебушек там в 5 утра и начинают шумно кидать подносы с хлебом, будет людей. То есть это мы запрещаем. А вот, например, то, что раньше попадало под ограничение закона, мы там абсолютно, и это правильно давно надо было сделать, разрешить проведение религиозных обрядов, то есть это, например, там шум колоколов, да, в 6 утра, или в южных районах области, когда Муэдзин зовет, соответственно, людей к службе. То есть это делать можно совершенно легально. Так же, как совершенно легально можно проводить санкционированные областными и городскими властями массовые мероприятия. Потому что, ну, действительно, были ситуации, когда люди в праздники, когда вот, ну, вечером, там, тот же Новый год вызывали, там, идет массовое мероприятие, вызывают, там, соответственно, какие-то надзорные органы начинают требовать установленной тишины. Вот надо мух от котлет отделить, и то, что действительно является проблемой, это магнитофоны, это там нет накладной срабатывания сигнализации, это шумные соседи в домах ремонтирующие квартиры, вот это надо ограничивать, там штрафы соответствующие предусмотрены. А обычная работа, без которых большой город работать не может, да и село тоже, да, там, по сельхозтехнике мы и вывели за рамки регулирования этого закона. Эти ограничения надо было точно давным-давно прописать. И после того, как они будут прописаны, будут приняты, уже можно говорить о времени, о самом времени тишины. Да, я думаю, коллеги откорректируют, тем более было массовое голосование, принимали участие сотни тысяч людей, которые высказывали свое мнение. Ну, наверное, к этой теме надо вернуться летом. Многие мои коллеги проголосовали против увеличения времени тишины именно из-за того, что они опасались, что и на поля не выйти, и мусора не вывезти, и скорая помощь не проедет, если мы там как-то жестко все урегулируем. То есть готов обсуждать между первым и вторым чтением, а пока проект внесен. Осталось у нас немного времени, но много тем. Хочу быстро, может быть, пробежаться по нескольким. Дом на счер со 127К, о котором мы тоже уже много здесь говорили. Коротко просто расскажу историю. Дом хотели снести, было решение суда. История эта длится уже очень долго, а вспыхнула вновь она летом этого года, когда жильцам дали неделю съехать, потому что дом будет сноситься. Горадминистрация предложила маневренный фонд, и вроде бы все решено, но потом все затихло. И вот сейчас снова я читаю новости уже о том, что городадминистрация разрешила жильцам на свои деньги, своими силами устранить все, значит, недочеты, которые в этом доме есть, и, ну, видимо, продолжать жить дальше. Но я помню, что вот вы в нашей студии говорили, что там такие недочеты и проблемы, которые устранить, ну, просто нереально. Я опирался на материалы и прокуратуру, на материалы стройнадзора. Для того, чтобы что-то там изменить, нужен проект, нужна проектная организация, которая его сделает, нужна организация-подрядчик, которая с документами, которая сможет сделать, жильцы своими силами это не устранят. Я надеюсь, конечно, что город нашел решение, что это не популистское заявление, а что действительно вот все это сделано. Что не будет через три года такого, что есть. Пока же там опасно проживать, но переселять людей просто в маневренный фон неправильно. Ведь вы, город, разрешили строительство этого дома, о нарушениях вы знали. Вы писали об этом на своем сайте городадминистрации. Не покупайте квартиры в этом доме. А вы, как регулятор, как за строительные деятельности в Кирове, что сделали для того, чтобы остановить строительство объекта? Видимо, ничего раз был построен многоквартирный дом под видом, собственно говоря, малоэтажного жилого дома для одной семьи. Я на стороне людей, но на стороне, скажем так, чтобы город реально предложил решение, а не оставил людей проживать в доме непригодном для проживания под видом того, что вы там давайте как-нибудь решайте проблемы. Это небезопасно. То есть власть в этом случае должна помогать? Да, считаю, да. Это не обманутые дольщики, но по сути, кто они как не обманутые дольщики? То есть под регулирование закона они не входят. Может быть, региональным законом такую категорию предусмотреть? Возможно. То есть надо заниматься, кстати, мысль правильная с экспертами Госдумы. Давайте попробуем эту конфигурацию обсудить. Еще одна тема о безопасности. Тоже, может быть, коротко ваше мнение. По всему городу наносится разметка. Две сплошные полосы от светофора до светофора на магистральных улицах. Из-за этого нельзя повернуть налево, заехать в свой двор. Нужно объезжать, доезжать до светофора. Дорожники говорят, это безопасно. Жители города говорят, но это неудобно. Видимо, вот одновременно и безопасно и удобно не получается. Вот вы что выберете? Удобно и безопасно? Я вижу, что информационная работа по этому направлению провалена. И люди узнали о том, что они не могут повернуть себя во двор. После того, как увидели двойную сплошную. Я сам в ужасе выехал на Октябрьский проспект, который... Ну, я в этом городе живу с 1975 года. И память у меня хорошая, который всю жизнь был восьмиполосным. Я не знаю по документам, каким он был. Но вот у нас улица Ленина, она вот в части Гринхауса, она у нас шестиполосная. Да, Октябрьский проспект, который в два раза шире. У нас сегодня тоже шестиполосный. А то посередине у нас какая-то огромная площадка, какая-то автостоянка или не автостоянка. Что это вообще такое? Открышили две полосы, крайне заняты, соответственно, сейчас припаркованными машинами. Движение только по двум полосам. Нормально это? Ну, мне пока никто не объяснил, почему это было сделано. Просто продлить линию, собственно говоря, бульвара, наверное, неправильно. У людей огромные вопросы. Если городская власть будет принимать решение действовать, а только потом людям объяснять, она будет собирать урожай того негатива, который она сегодня успешно собирает. Вот у кого урожай в этом году удался, это у городской администрации на негатив со стороны жителей города Кирова. Следующая тема... А я думал, сейчас на этой радостной ноте? Нет, у нас есть еще три минуты. И к менее радостной ноте мы переходим сейчас. История о судье недавно интересно было бы с вами обсудить. Его пьяным остановили за рулем, а протокол на супругу оформили. Еще одна история, которая сегодня снова появилась в новостной ленте. В Уржумском районе полицейский насперт сбил шестилетнего ребенка, получил за это дисциплинарное взыскание. Вот такие вещи, почему у нас происходят? Это какое-то самоуправство в правоохранительных органах в судебной системе? Или что это такое? Да, судьи и работники полиции, они такие же люди. И, к сожалению, у нас исторически сложилось... Это плохо. Что немного подвыпившим можно сесть за руль. Вот коллеги-журналисты в том же сюжете про судью показывали какого-то его родственника, который на камеру убеждал, что я пьяный вожу лучше... Или не родственник, я не знаю, там гость свадьбы. Я пьяный вожу лучше, чем некая трезвая. Вот до той поры, пока, не знаю, там люди будут садиться пьяным за руль, этот бред будет продолжаться. И поэтому для меня вот что выпивший судья или полицейский, что любой выпивший гражданин, они должны находиться в одинаковом правовом положении. Наказание должно быть неотвративым, суровым. И работники полиции должны понимать, что оформлять там, да, с судьей сложнее, но все равно они обязаны там рапорт были подать, оформить, пусть проверяют. А идти как-то навстречу, там корпоративная солидарность, вот пока будет сохраняться вседозволенность, корпоративная солидарность, ничего хорошего не будет. Наказание за пьяную езду надо ужесточать до той поры, пока вот желание малейшее у людей не исчезнет, пьяным за руль садится. То есть здесь ни о какой закономерности, ни о каком там произволе говорить не нужно. Все одинаковые. Это такие же люди, это среднестатистическая выборка. То есть какое-то количество наших с вами соседей пьяными садится за руль и едет по городу. Неважно, кто он, судья или полицейский. А тогда вот если говорить о статусе, да, вот судья, вот депутат, ваш коллега, да, который тоже в такую же историю похожую попал и тоже засветился в СМИ, они как-то реагировать должны публично на это, не знаю, извиниться, еще что-то. Но ведь все обычные-то люди, наверное, как-то на статусных людей равняются. А что толку? Ну, наверное, должны как-то, да, реагировать. Но, боюсь, здесь вопрос в том, что на них должны как-то реагировать. То есть если бы работники полиции надлежащим образом составили рапорт, оформили, запротоколировали, то ответственность для судей была бы предусмотрена. Я не знаю, как сегодня пойдет, и ответят они, не ответят, не могу говорить. Моему коллеге, конечно, стыдно сейчас, мы говорим про депутата Лугинина, он сейчас пытается сам ужесточить ответственность за вождение в нетрезвом виде. Вышел с проектом, который мы, правда, рекомендовали. То есть таким способом он отвечает. Не надо никогда садиться пьяным за руль или идите пешком. Ребята, это зло. А вот на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Роман, спасибо вам большое, хорошего дня и хорошего дня всем слушателям.